Ильнура Апитова полтора года назад открыла на окраине Бишкека точку по изготовлению суши и ролл. На выбор вида деятельности повлияла работа Ильнуры. Она семь лет проработала поваром-сушистом в одном из российских ресторанов. Планов начать своё дело в Кыргызстане не было, рассказывает наша героиня. Частые просьбы близких и друзей приготовить роллы сподвигли к открытию своего дела. «Когда мы вернулись на родину, но родственники часто просили приготовить роллы и суши. Я готовила, они всем нравились. Тогда я пришла идея открыть заведение, но это, как оказалось, не так легко, как кажется. Вначале я работала одна, потому что не могла нанять весь персонал. Денег было мало, всё делала сама». Девять лет назад Ильнура вместе с мужем и детьми уехала работать в Санкт-Петербург. У них была цель заработать денег на постройку дома в Бишкеке. Планировали поработать год и вернуться, но планы изменились. Прожили в России семь лет. «Когда уезжали, были определённые цели. Думали, за год сможем заработать нужную сумму. Но в жизни не всегда получается так, как мы планируем. Три месяца по приезду в Россию ушло только на оформление документов. В то время было сложно с этим. Пока детей устроили в школу, пока нашли хорошую квартиру, работу, год пролетел незаметно. Мы не смогли накопить. Только через два года, когда всё наконец стабилизировалось, мы начали откладывать деньги». Любовь к роллам появилась незаметно, говорит наша героиня. В Петербурге Ильнура устроилась с уборщицей в ресторан. Через три месяца старательную и ответственную сотрудницу заметило руководство. Далее поступило предложение стать сушистом. А ещё через несколько месяцев Ильнура руководила уже двумя точками в городе. За семь лет Ильнура достигла хороших результатов на работе. Но несмотря на карьерный рост и высокую заработную плату, она с семьёй решили вернуться на родину. «Спустя семь лет мы решили вернуться. Несмотря на то, что там у нас жизнь сложилась, на сердце была грусть по родному краю. В России мы работали временно. Каждый раз, когда приезжали в отпуск, я с сожалением замечала, как стареют наши родители. Муж к тому же единственный сын в семье. Мы должны были вернуться домой, быть рядом с родителями, пока они живы». Спустя полтора года со дня открытия своего дела у Ильнуры новые достижения. Сегодня в её заведении трудятся семь работников. Для своевременной доставки заказов куплены две машины. Впереди планы открыть новые точки. «Сейчас у нас в меню более 20 видов ролл. Запечённые, классические роллы. Есть ещё сеты, более 15 видов суши. Цены у нас относительно демократичные». История Ильнуры – пример того, что женщины-мигранты могут достичь успехов и на чужбине, при этом внося свой вклад в экономику страны. Женщины, заботясь о доме и семье, не забывают и о родине. Открывая бизнес в Кыргызстане, наши граждане делают страну на шаг ближе к процветанию.